вот так сегодня выглядит железнодорожный вокзал в часа в яре разбиты российскими оккупантами и уже здание непригодно для использования сегодня зеленом пункте остается проживать около 800 мирных жителей под постоянным огнем противника без воды без газа без абсолютно всех коммуникаций ежедневно ворцелл китчен привозят сюда горячие обеды волонтеры доставляют питьевую воду а местная администрация беспокоится о том чтобы здесь была гуманитарная помощь и все необходимые лекарства то что сегодня привезли для наоборот мясо по-французски яблоки в населенный пункт мы приехали вместе с волонтером и местным жителям евгением ткачевым мужчина эвакуировался из часов яра еще в прошлом году из-за сильных обстрелов но регулярно наведывается в город и привозит жителям питьевую воду корм для животных и необходимые предметы быта скажем так никакого креатива то что в самом большом дефиците это вода 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 потому что продовольственной гуманитарной помощи достаточно польские пашкеты надо чем-то забивать солененькие тонны макарон нужно в чем-то варить вода вода ену другие волонтеры за то чтобы применять гигиену тоже нужна вода а даже за технической водой иногда опасно ходить дождей тоже нет снега было мало проблема в том что воду ничем не заменишь в багажнике евгения около тонны питьевой воды и ее он разводит по разным частям города общаясь с людьми которых знает десятки лет им рассказывает последние новости ведь интернета и телевидения тут нет их же уговаривает эвакуироваться ведь города с каждым днем получает все новые разрушения как ситуация сейчас в яре в твоем населенном пункте вы только что услышали ухудшается прилетает больше каждый раз едешь новые сгоревшие дома и новые воронки говорит военная администрация 70 процентов уже разрушена а который нежилой полностью разрушен и продолжает разрушаться алексей местный житель эвакуироваться пока что не хочет говорит уедет из города только в случае оккупации планирует с помощью велосипеда добраться до константиновки так у меня все в подвале обратно там буржуйка и так далее вышел поделал что-то там забор уже раз 15 наверное ставил у меня труб лист его срывает его кручу трубы разрывает и другие кручу вот сейчас в очередной раз часть забора снесло от соседа снесло пока мы ничего не делаем дальше видно будет два дня сильно прилеты были сейчас так куда-то летит но уже как бы не раздумался дом пока целый я думаю а потом что думаете ниже план б план б вот женя приехал уехал или на велосипед и на константиновку жену и пятилетнего ребенка алексей отправил эвакуацию а сам остался в родном городе говорит уже приспособился к отсутствию условий и у меня дома в ванной стоит под потолком вот прям в ванной у меня плитка доверху не доложено это спал плитки я туда положил щит полку сделал туда засовываю бутылку пластиковую 10-литровую с выходом под душ набирая горячей воды залажу и нормально купать а я чего до рейти до горячую воду грею но это пока вот безопасно было такая работа у меня по субботам обычно банный день а так вот это на скрыли сейчас пока мистерова сейчас надо какой-то промежуток и в том году так же самое было пока прилетов нету каких-то по-быстрому ну что там главное растопить буржуйку нагреть в городе давно нет парикмахерских спрашиваем у алексея как он стрижется стрижет у нас есть друг общий он всех стрижет и чисто за символическую плату вот сейчас как раз время 6 чуть-чуть по успокоиться пригласим его к нам домой мне же генератор получается то заведем у нас с соседом подстрижет последний раз мы перед новым годом отправляемся с евгением развозить воду дальше на одной из улиц замечаем надежду женщина несмотря на непрекращающиеся боевые действия спокойно распахивает клумбу возле своего дома чтобы посадить цветы какие цветы собираетесь садить у меня есть королевские это самые пересы маленькие низкорослые красиво цветут посажу пересажу посажу нарциссы вылазить тюльпаны вывезли а сколько тут не знаю а еще не знаю а сколько нас 38 человек сильные обстрелы обычно позавчера да по вечерам надежда вышивает бисером под свечой или фонариком с водой и едой кроме волонтера и местной власти пенсионерки помогают также и украинские военнослужащие просим военных военные нам привозят дают и хлеб дают и воду дают и питьеву привозят и техническую привозят спасибо им за это ничего не скажу не отказывают еще и кажут если что надо подходьте не стесняйтесь а потом он нарциссы полыла живут в память а где вы берете саженцы как мы раньше садилы а сейчас рассаживаем просто в городе работает пункт несокрушимости там местные жители могут получить лекарства еду узнать последние новости подзарядить свои гаджеты и фонарики елена тут за старшую женщина находится здесь посменно говорит сознание людей настолько изменилось за эти два года от постоянных обстрелов что они уже абсолютно спокойно реагируют на смерть то ли привыкли то ли это хорошо то ли это плохо а вы привыкли к обстрелам и не понимаете да хорошо это ли плохо тогда на смене как убили мужчину на моей смене было он еще зашел вот здесь вот стал я вот там сижу он еще со мной поговорил потом ему плохо плохо стульчик и он сел и и умирает буквально там ну не знаю 20 может где-то я была в шоке а люди спокойно как сидели так сидят обеды получают ну вот я и спрашиваю это хорошо ли тем временем российские оккупанты увеличили число обстрелов населенного пункта часовьяр донецкой области по городу постоянно бьют управляемыми авиабомбами стреляют из артиллерии и танков на момент когда мы находились в часовьяре российские войска были еще в нескольких километрах на сегодня по данным украинского осин проекта дип-стейт и института изучения войны оккупанты вышли на восточную околицу населенного пункта